здравствуйте товарищи у нас сегодня очередной урок классовой борьбы ведущим урока лектором будет алексей леонидович новицкий и урок будет составляет поделен на две части так как тема обширная сформулировать ее можно так как советское руководство стало антисоветским алексей леонидович вам слово здравствуйте товарищи значит но на самом деле тема действительно широчайшая и я исследовываю исследуя такой период советская история как маленковщина о котором многие забывают это почти два года столкнулся с таким фактором что многие действия кажутся глупыми нелогичными если не учитывать китайский фактор поэтому первая часть нашего это скажем лекции семинаром будет посвящена некоторым геополитическим проблемам а собственно конкретика действий советского руководства так или иначе направленная на разрушение политэкономических основ советского союза она будет если будет интересно в следующий раз в любом случае хотим мы этого или нет мы должны остановиться сначала на истории создания такого всемирно исторического учения как марксизм некоторые аспекты к взгляду которые меня появились при изучении этого вопроса мне пришлось намысливать и я до какого-то периода не очень был этому рад считаю что я должен эти какие документальные подтверждения но тут недавно я читаю материалы седьмого съезда тогда еще рсд рпб восемнадцатого года в одном из выступлений ленина пришла фразу что основные вопросы решаются сначала устно и далеко не все ложатся на бумагу поэтому я успокоился и своим гипотезу которую я высказать буду высказывать в целом я готов это скажем к встречной критике тому же она в общем то все равно в рамках нашего общего понимания с процессами так собственно конечность капитализма как общественно-экономической формации определяется не тем что кончился капитал то есть но как бы каменный век он же закончился не от того что кончились камни а который заканчивается по причине того что собственно вследствие замкнутости нашей системы земли заканчивается эффективность капитала вложений и эта проблема была понятна и выдающимся экономистом конца восемнадцатого начала девятнадцатого века и адамом смита и рикардо и для урозе и тогда еще не монополистический стал вопрос а что же будет после вопросы они же планируют далеко в принципе и что то что то это правильно соответственно в середине девятнадцатого века возник социальный заказ на так скажем на обустройство посткаталистического общества некоторые исследователи предполагают что карл маркс был нанят определенной группой буржуазии для научного исследования я не берусь не подтвердить не опровергнуть это но мы должны прекрасно понимать что такой выдающийся мозг как мозг карла маркса на этот вызов в любом случае ответил это было социальный вызов это была необходимость и в любом случае мы должны понимать что для него были созданы условия чтобы он мог по большому счету особо ни в чем не нуждаться и продолжать эту выдающуюся деятельность и надо понимать что безусловно выдающиеся умы западного мира обращу сразу внимание западного мира маркс и ангельс создали очень стройную по тому периоду теорию которая оказалась брошена в массы мы кстати с вами обращаем внимание что например та же новая шваби которая сейчас продвигается на теории инклюзивного капитализма это ведь тоже система посткапиталистическая то есть буржуи пытаются все равно построить какой-то новый мир где они будут так скажем по-прежнему руководить и по-прежнему так скажем пасти народы мира так вот значит но идея овладела массами и прежде всего она владела массами в россии то есть призрак коммунизма как говорил их виктор степанович членом эрдин незабвенный бродил по европе а забрел в россию но когда он забрел россию то оказалось что те идеи построения социального общества которые озвучил маркс своих работах очень хорошо упала на почву русской души но назовем это так и попав в резонанс с ней запустил живое творчество нас который в итоге привело к созданию великой гуманистической державы к сожалению ненадолго в котором человек человеку нет друг не волк и даже не обезьяна а друг товарищ и брат в общем я сразу отмечу что очень важный момент точки зрения формирования по логике русской души это наличие такого учения как старообрядчество то есть старая старая церковь дополнительно требуется хотя там пыжиков сделал очень много для этого требуется ознакомиться с теми материалами роли старообрядцев финансирование но в частности например 1 русская революция просто советую вам на это обратить внимание а также советую вам обратить внимание опять же на работу пыжиков где он определяет что именно сталин нашел те слова которые те действия которые запрятанные ресурсы русского человека оживили так скажем или россия советские стали строить новое не было в любом случае к началу двадцатого века в россии сложились три основные силы которые боролись за политическую не только политическую власть россии это согласно листовки раздерпэк выбором государственной думы 1906 года это чернососинцы монархисты это либералы кадеты и социал-демократа тогда партия называлась социал-демократической то есть собственно большевики на самом деле эти три основные силы и на сегодняшний день составляют основные движущие политические силы в россии но не политически внутренне политически так скажем борьба за умы же сейчас идет не только за и не столько за территорию но и над национальные структуры тоже сейчас мы видим борьбу этих по большому трех сторон красные синие и черные но и детства красные сейчас в пассиве основном между собой берутся либералы и черные аристократы европы например на ватикан и прочее 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 так вот значит когда за 23 года своей власти николай 1 2 простите расписался в полном неумении стало понятно что страна летит в пропасть и для того чтобы провести ее модернизации чтобы страна удержалась надо обновить всю систему управление в принципе обновить страну мы будем честны то западные силы и над национальные силы всегда хотели иметь россию как ресурс для каких-то своих деяний и в моем понимании я кстати обратил на это внимание когда читал из шестого тома сталина с работой по ленинизм и троцкизм в переходный период 1917 года структуры ротшильд попытались перехватить управление россии и попытались перехватить если они его через троцкого то есть мы так скажем через группу троцкого именно поэтому летом 1917 года троцкий руководитель педа совета присоединился к большевикам именно и об этом я прочитал в статье сталина но когда я стал разбираться с тем где этот текст был напечатан и произнесен оказалось что он был произнесен на шестом среде профсоюзов и по большому счету который проходил в ноябре двадцать четвертого года и по большому счету было ответом на большую статью троцкого под названием уроке октября а даже более того скажу на самом деле текст троцкизм и ленинизм вот это его выступление было произнесено в премиях к большому докладу каменева троцкий ленинизм и троцкизм что интересно я решил я вообще сторонник того что материала надо смотреть того времени когда они были опубликованы и я вот взял брошюру того периода прям итоги шестом томского руководитель советских профсоюзов итоге шестого съезда профсоюзов где к удивлению не обнаружил вообще никаких ссылок не на выступление каменева не на выступление сталь и так вот о чем говорит станет в этом выступлении в частности но то скажем косвенно косвенно он говорит о том что многие вопросы троцкий не понимает поскольку он к партии не присоединился а события революции собственное происхождение многие изучают по прекрасной кстати книги джона рида 10 дней которые потрясли мир джон и тоже он не был внутри нашей партии поэтому не понимал очень многие вопросы соответственно я опять же вернулся к работе джона рида 10 дней которые потрясли мир и вот такой гипотезы я хочу с вами поделиться джон рид приехал по разным данным россию летом или осенью 1917 года когда я смотрел биографии джона рида и обратил внимание что предприятие на которых он устраивает действия как член 3 нас на салата предприятие рокфеллер я посмотрел его биографию оказывается джон рид в общем-то заканчивал такое замечательное учреждение как гарвард как миром правят знаки и символы порой как мы с вами знаем что гербом гарварда является красный щит то есть в переводе на немецкий ротшильд на котором написано веретность то есть я предполагаю что джон рид был так скажем от ротшильда смотрящим за троцким и очень важный момент что если мы возьмем например выборы в июне семнадцатого года то большевики получили около 11 процентов учредительное собрание а если мы возьмем выборы в петросовет сентября семнадцатого года то они уже получили 54 процента да безусловно мы должны говорить о том что временное правительство тоже расписалась полном неумении июльский кризис и прочее прочее но все равно для увеличения в пять раз представительства наверное нужны дополнительные организационно-экономические мир это просто такая реперная точка я готов выслушать критику но мы должны понимать что большевики имели идею большевики имели серьезные пусть небольшие компактные орг структуры и поддержка каким образом она была сделана финансовая через троцкого и ставили поэтому ленин с ним был вынужден очень долго мириться и поддержка армейская то есть тот же самый верховский той же поливанов военный министр они тоже по-моему маняковский они все служили потом советской власти позволили создать такой кулак который в общем-то достаточно быстро и безболезненно подобрал власть упавшую изо всех ослабших рук если у нас не было интервенции я думаю мы бы без гражданской войны достаточно быстро бы восстановили нашу страну в том объеме в котором она была до центробежных сил семнадцатого восемнадцатого начало двадцатого и так теперь мы собственно возвращаемся к теме геополитических проблем геополитических аспектов троцкизма и сталинизма именно отказ от которых переход на троцкизки в конце концов и привезлил советское руководство антисоветские просто вынужден издалека это показать значит мы должны понять следующее что в индустриальном обществе геополитическое противостояние по большому счету проходила между геополитикой суши и геополитикой море геополитика моря это идея адмирала механа и по большому счету вот это вся англо-американская кобла пыталась свое геополитическое влияние укреплять через развитие морских торговых путей морское право и прочее прочее противовес этому опять же я подозреваю что структуры так или иначе связанные с ротшильдом это продвигали была созданным и озвучена хаосхофером эта политика признана нюрнбергским трибуналом фашистской но тем не менее это то что получилось из нее но тем не менее он считал что геополитике моря должна противостоять геополитика суши и я так скажем читал разные источники но в любом случае идет связка берлин москва или берлин москва-токио или берлин москва-пекин и я в данном случае могу разделить сталинизм и троцкизм как в одном случае это геополитика суши когда россия должна быть брошена в топку как хворост для того чтобы создать центр силы на западе с опорой ну в частности на берлина и мы с рассчитывали большевики в первые годы советской власти на победу революции в германии кстати опять же до столетия советского союза мы будем отмечать именно поэтому сталин потерпел поражение в своем видении советского союза потому что основной аргумент противников был следующий хорошо мы создаем губерния вот сейчас победит революция в германии и на каких условиях мы будем германию принимать в советский союз и берлинская губерния нет мы должны принимать его как нам немецкую советскую социалистическую германская советская социалистическая республика должно быть государственное образование но это второй вопрос просто я обращаю внимание что все ждали победы революции в германии и в 1918 году когда были битвы за заключение внутри партийные внутри управленческой россии были битвы по поводу подписывать или не подписывать Брестский мир то основное было что и подписав Брестский мир мы выбьем оружие из рук немецкого пролетариата хотя там уже неоднократно я читал стенограмму седьмого съезда многие выступающие в том числе и ленин говорили там что ребята если революции не победить там мы должны опираться на собственные силы должны получить передышку обменять территорию на время и кстати вот эта борьба со временем это основная основная проблема всегда не хватает времени и так суть в чем что придя к власти Сталин прекрасно изучил Маркса и понимал что для устойчивости системы для полной и окончательной победы социализма в одной стране то есть не надо думать что Сталин и Ленин и Сталин своим тезисом о возможности победы социализма в одной стране отменяли Маркса нет я думаю что речь шла о том что они этот процесс растягивали и для того чтобы социалистический лагерь Сталин да как здорово он получился эта структура была бы устойчивая нам нужно большой рынок мы находимся все-таки в капиталистическом окружении и Советский Союз это же было а так скажем ну государство корпорация с элементами социализма но жили там в капиталистическом окружении и в целом в мире мы пытались сделать справедливое построение государства но на внешнем рынке мы были вынуждены вести себя как отдельная большая корпорация так вот Сталин хорошо понимал Маркса и хотя понятно что это все равно проходили через какие-то ошибки он проходил через какие-то ошибки то есть его построение было создание оси возможно Берлин Москва Пекин с опорой на Москву то есть вот основная разница между марксизмом троцкистского плана и марксизм марксизм сталинского плана то есть собственно наверное так сказать ленинизм сталинизма более правильно сказать это то что Сталин был массовосточным марксистом то есть центр солнце восходит на востоке и как у Люсьена Февера была для западных наших территорий название книжки солнце восходит на западе солнце восходит на востоке и обратите внимание опять же к сожалению об этом мало говорят но механизм мобилизационной экономики в россии в советском союзе а мы об этом поговорим на следующем моем выступлении если вам это будет интересно он был запущен поражением революции в Китае в 1927 году то есть если вы думаете что например там берлинский пациент который сейчас шьет форму для российских военнослужащих на я слова ругает нынешнего президента это вы не слышали как товарищ каменев ругает товарища Сталина за попытку опоры на Китай не опоры на Китай а попытку поддержки Китая серьезные революции 20-х годов то есть там ситуация произошла какая что огромный китайский рынок но в широком смысле это прежде всего огромное количество людей расширяя количество людей в так или иначе вставлены в социалистическое хозяйствование повышает устойчивость системы социализма Сталина кстати Красин звал Чингисхан с телефоном а потом Бухарин стал его постоянно так называть так вот соответственно после того как выяснилось что мы не можем потерпела революция поражение революции на в Германии в двадцать третьем году в двадцать седьмом году потерпела революцию поражение революции в Китае причем сразу обратите внимание да что по результатам Первой мировой войны Российская Россия Советский Союз и Германия стали сторонами изгоями по большому по счету нас подталкивали в сотрудничество и это сотрудничество было очень тесно до тех пор пока не вмешалось ватиканские структуры роль которых нам надо тоже отдельно в разжигании второй мировой войны исследовать так вот и в итоге вместо объединения России и Германии получилось объединение Германии и Италии при посредничестве Ватикана крестовый поход опять же объявленный Папой Римским против Советского Союза после которого подсиделась Япония и получилась ось Берлин Рим Токио которая в общем-то из идеи Хаусхофера извратила и он потом от горя застрелился во что превратилась его идея так вот после поражения революции в Китае Советский Союз попал в жесточайшую изоляцию в частности в 27 году как вы знаете не только был в ноябре месяце мятеж троцкистов но убили посла Войкова в Польше некоторые страны запада разорвали дипломатические отношения и только тогда и об этом мы поговорим в следующий раз был принят план первой пятилетки по методике Кыржановского Струмилина который предполагал мобилизационное развитие значит в начале 30-х годов военные конфликты стали вступать в горячую фазу мы с нашим европоцентрическим мышлением конечно знаем про кровавые события в Испании но если мы возьмем вообще всю Вторую мировую войну то нам надо отдать должное что больше всего в абсолютном выражении понятно что Китай огромная страна больше всего жертв среди мирного и такого и другого населения это Китай то есть больше 35 миллионов человек погибло во время японской интервенции значит я сейчас откладываю вот этот вопрос и перехожу к событиям 49 года значит не без нашей помощи я пытаюсь просто крупными мазками это дать не без нашей помощи в 1949 году 1 октября если не ошибаюсь организовалась Китайская Народная Республика смотря на события в Европе мы должны понять что в ноябре 49 года была организована Германская Демократическая Республика и товарищ Сталин который прекрасно понимал необходимость геополитической устойчивости Советского Союза увидел он может быть к этому и шел этот огромный шанс который был предоставлен тогда то есть мы получили возможность создать политико-экономическую конструкцию Берлин-Москва-Пекин с центром в Москве и мы с вами прекрасно понимаем что новое небывалое придумывается в России технологии могут придумать немцы а потом китайцы это все настолько задешево отмасштабируют и выбросит на мировой рынок что мы бы экономически просто задавили бы запад капиталистический запад кстати борьба с НЭПом в частности она видит в конце 20-х начало 30-х годов так и велась увеличением тиражей например я поскольку полиграфией занимался знал увеличение тиражей создавалась колоссальная разница в стоимости книжной продукции то есть книжки кооперативных не кооперативных частных издателей стоили рубль а книжка государственного издательства стоило 15 копеек да она была чуть хуже сделано в 6-7 раз она была дешевле вот таким образом я думаю Сталин пытался сделать новый мир я несколько подтверждений найду приведу вам значит смотреть в начале в середине 1950 года Мао Цзэдун приехал с государственным визитом в Советский Союз и был подписан 15-летний договор я абсолютно точно знаю и это уже не слухи что во пятом пятилетнем плане впервые в истории Советского Союза было запланировано производство предметов производства то есть группы а промышленности на экспорт я обращу ваше внимание на один очень интересный момент четвертая пятилетка который во время которой было восстановлено народное хозяйство Советского Союза закончилась 1950 году внешней угрозы не было потому что сорок девятом году Советский Союз получил атомную бомбу да были некоторые проблемы со средством доставки и Советский Союз получил возможность для наконец для мирного строительства мы опять же коснемся вопрос первых пятилеток с с вами в следующем моем выступлении коснемся этих вопросов но смотрите пятый пятилетний план был принят только в конце 1952 года два года Советский Союз жил по директивным указаниям они по государственному плану что они делали эти два года эти два года я практически уверен они синхронизировали наш пятилетний план с планом развития китайской народной республики первая китайская пятилетка началась 1 января 1953 года и через четыре года китайцы уже выпускали пусть не очень хорошие но первые свои реактивные истребители кстати так вот плюс к этому еще очень важный момент военные действия в Корее опять же да с 50 по 53 год война против американцев а против по сути это против синих против либералов которые потихоньку захватывали власть Соединенных Штатов братство по оружию создавало после смерти стали начался это братство по оружию было разрушено одно из первых действий которые совершило советское правительство это прекращение войны в Корее и разделение по 38 параллели виде гипотезы говорю о том что если бы вы решили вопрос с Кореей я думаю что мы были сейчас бы Китая не стоял бы вопросы с Тайванем потому что ну даже вот у меня есть материалы китайские 56 или 57 года где-то уже пишет о Китае основная задача это возвращение Тайваня в голову народе а вот значит соответственно опять же после смерти Сталина в период Маленковщина мы об этом коснемся постоянно переверстывался вот этот пятый пятилетний план глубина сталинского планирования она состояла еще в том что и собственно в начале 50-х годов он начал сильно обновлять состав политбюро в частности на девятнадцатом съезде в политбюро был введен такой человек как Дмитрий Чесноков Дмитрий да Дмитрий Чесноков и все знают ту фразу он его сталин его увидел на одном из он был завкафедрой философии политэкономии в Уральском университете не помню то ли философии то ли политэкономии Сталин увидел его на философских чтениях пригласил в Москву и именно ему он сказал эту замечательную фразу что товарищ Чесноков я вас приглашаю для того чтобы оживили теоретическую работу в партии поскольку без теории нам смерть 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 имея вас и для контроля на финансовая система была избран состав предбюро цк министр финансов компетентнейший Арсений Зверев и оба этих достойных человек были выведены из состава политбюро в день смерти сталина уже 5 марта 53 года так вот соответственно отказавшись от модели развития социалистического социалистической страны так скажем с точки зрения розы моксинбург создание из китая современность социалистической полупериферии советский союз потерял темп эти 15 лет нам бы хватило для разработки теории для разработки экономических основ мирового социалистического хозяйствования и мы уже уперлись в кризис фонда отдачи концу 50-х годов к сожалению так оно получилось были свои проблемы уже окончательно уперлись это все привело к возрождению троцкизма то есть опорой на запад мы были вынуждены подчиняться из-за доверия к нашему руководству подчиниться не понимая что вместо того чтобы самим как восток стать центром мира мы вернулись к троцкизму к понимание того что непонимание точнее того что опора на запад приведет нас того к чему мы привел и в итоге события соотношения с китаем все время ухудшались ухудшались они потому что китайское руководство считала но в рамках китайской понимания низкими людьми советских руководителя которые предали предали свою страну в частности газета джимин джибао перед кризисом на таман на даманском которым участвовал наш покойный товарищ марк антоний шаркин писала что ревизионистская крика брежнева своими действиями ведет первое в мире социалистического государства к ставит под угрозу существование первого в мире социалистического государства но в 62 году в индийской грибы китайском противостоянии мы поддержали идию мы это советский союз ну а дальше получилось то что получилось вот значит соответственно вот тот вывод который я делаю делал он следующий что троцкизм это направление марксизма которое делает опору на запад восток то есть на нас есть еще маизм это то направление марксизма которые как называется китайский национал социализм точнее социализм с китайской спецификой это союз клана вокруг престолов предков с от стенками цвета среди него государства это то что сейчас тот строй который сейчас построен китай я кстати еще одну маленькую точечку поставлю что шанхайская организация сотрудничества всерьез рассматривает как клиринговой валюты между этими государствами гонконгский доллар гонконг то место куда переехали ротшильды связанные с ними структуры вот так что их уши по-прежнему видны есть последнюю фразу которая хочу сегодня сказать это ту фразу которую товарищ молодцы но как бы я к нему не относился сказал в свой последний визит советский союз 1957 году вы он сказал то андрей грамок вы имел виду хрущевую кампанию совсем отказались от такого меча как сталин выбросили этот меч в результате враги подхватили его чтобы им убивать доклад окончен благодарю вас алексей леонидович за выступление тогда перейдем к вопросам я первый вопрос задам вот троски ну как изучая эту фигуру установил ну создает впечатление такого очевидного вредителя от их у меня вопрос вытекает от чека нквд она не занималась расследованиями в его адрес чтобы мне кажется те гипотезы которые вы выдвигали у них тоже могли возникнуть и удалось ли может какие-то хотя бы косвенные доказательства найти не знаете вы знаете давайте я вам задам вопрос один сейчас алексей вопросом на вопрос значит смотрите 2022 год обсуждается вопрос о государственной монополии на внешнюю торговлю ленин категорически настаивает на введение государственной монополии на внешнюю торговлю естественно есть оппоненты да один из этих оппонентов я думаю что вы будете удивлены что один из этих оппонентов это товарищ стали он потом разобрался но на тот период он был серьезным оппонентом кого товарищ ленин привлек для борьбы с этим направлением в цк ркпб основной его союзник был товарищ троцкий простите надо понимать что троцкий пришел с деньгами которые были очень нужны и второй момент у троцкого был колоссальный силовой ресурс это рабоче-крестьянская красная армия троцкий был нарком воен мор и многие люди которые руководили красной армии были его соратниками и не случайно именно они участвовали в заговоре 1936 37 года который был заговор тухачевского мы же тоже с вами прекрасно знаем да точнее мы может этого и не знаем но есть очень важный момент что вся эта группа оформилась при поездке на похороны короля георга 5 в англии 1936 году когда тухачевский был зам главы а делегации то есть под благовидным предлогом были проведены какие-то действия хорошо бы наш президент чехословакии выяснив про какие-то документы смог как передать но тем не менее понимаете далеко не ясно было на тот период мы с послезнанием понимая что это было так это было так это было сяк а во первых есть силовой ресурс далеко не всегда можно так скажем безнаказанно уволить или отстранить человека например представьте себе да у советского союза нет турбин для гидроэлектростанции откуда и взять красен который кстати назвал сталин и чердис ханом с телефоном будучи генеральным директором семенса царское время договорился с семенсом что они для днепрогресса поставят на турбин откуда вы знаете какие встречные требования были у у семенса вы знаете я вот вам честно скажу да что вот на история моей семьи она показывает а тут то что без германии где-то до 30-го года мы практически ничего толком не смогли потом кризис соединенных штатах да вообще западная глобальная депрессия которая скоро перестанет называться глобальной по причине того что глобальный будет называться нынешняя дала нам возможность получить оборудование оттуда мы очень многие вещи не умели делать вообще американцы ведь над нами смеялись когда вот например мы покупали оборудование для уж извините да кореш понесло меня когда мы покупали оборудование для челябинского тракторного завода мы купили 20-тонный кран они один трактор на тот период дороге больше чем 5-7 тонн не весил и американцы смеялись ой как и невыгодно как глупо поступало поступает советский союз а вот 1942 году когда пришлось на челябинском тракторном дело челябинске танки выяснилось что 20 тонн это кран очень полезен в танки таскать а где бы тогда его взяли в итоге мы строили с точки зрения капитализма очень неэффективную экономику на том этапе мы об этом поговорим в следующий раз но мы строили полуторную экономику вот поэтому на то что устали на с троцким были крайне тяжелые отношения и то что троцкий ничего толком он великий трибун был да и умел любить людей заводить человек потрясающий энергетик но когда смог стали на его только отжать смог 30-му году понимаете потому что огромная группа да и то не до конца они в потом реванш то падла взяли прости господи вот не было стил таких понимать огромная группа присоедините меня что вы думаете у дзержинского были какие возможно там разрывался везде вот это же известно когда брюкин расстрелял мир баха он же пришел с с мандатом за подписью дзержинского туда в германское посольство а потом когда следовательно проводили выяснилось что дзержинский был так занят что просто на его столе лежали подписанные чистые мандаты просто кто-то из левых эсеры взял и этим воспользовался то есть тут ситуация какая что он понимал да он еще понимал с момента царицына я думаю так сталин понимал что сталин троцкого надо так или иначе устранять но ресурса для этого было мало ну понимаете винтовка рождает власть если ну как бороться до против структуры которая имеет армейскую поддержку но только военной хитростью сталин конечно как восточный человек этой хитростью обладал со знаком плюс то есть далеко же не всегда если соперник сильнее тебе надо затаиться сил набрать что потом его победить а если попрешь в лоб то ты скорее всего и проиграешь потому что сильнее на какой-то это потребовалось время это вот такой мой ответ алексей благодарю за отвернутый за развернутый ответ владислав руку поднимает озвучьте ваш вопрос пожалуйста да у меня вопрос такой если вы говорили про опору на запад опору на восток и вот раскройте пожалуйста побольше что такое опора на запад что это позволяет экономические и геополитические понимаете проблема в том то как мы с вами одной крови как сказал не только киплинг но и путь опоры на запад для россии приводит к тупик и к поражениях всю историю мы с вами посмотрим как только россия начинает жить по западным правилам она всегда начинает отставать собственного прибавочного продукта у нас маловато и население у нас маловато но у нас есть колоссальные ресурсы правда ресурсы эти находятся в труднодоступных местах я не знаю знаете или в холодную зиму четверть тюменской нефти уходит на обогрев нефтепровода по которой она идет понимает что она самотеком не идет холодный период времени просто опора на запад не может быть у россии мы можем опираться на себя но в связи с тем что у нас малый прибавочный продукт нам нужны дополнительные люди которые могут нам помогать с учетом того что фронт китая разве развернут к южно-китайское море а фронт россии развернут на запад то вот таким друг другу взаимным тылом мы с китаем вполне сможем быть но опять же да тут ситуация какая что до этого нужно больше по меня не скажу честно говоря ведь вы посмотрите сами нас все время пытаются поссорить из германии с китаем вот посмотрите в принципе как средний русский человек относится к немцы поскольку сколько раз мы с ними воевали да и и китайцам тоже есть время постоянное ощущение желтой опасности у меня кстати она тоже есть я не могу сказать я просто понимаю разум что для победы россии как цивилизации да именно российская цивилизация наиболее близко как социалистическим коммунистическими день по-другому мы мы так живем можно назвать по-другому да но мы так живем мы можем выжить только в коммуне у нас суровый тяжелый климат большие расстояния мы должны сами ощущать себя не запада для того чтобы победить но опять же да сразу обратите внимание до противодействию восточной восточной германии всегда мешает польше то есть польша это территория которую придумали для того чтобы у россии с германии не было общей границы чтобы затруднить наши взаимодействия это вот мое такое мнение вот то есть мы не можем опираться назад как только мы опираемся на запад мы проигрываем это всегда есть только посмотрите всегда история в западе в среднесрочной перспективе приводит к нас поражение у нас же и поймите правильно у нас да и проблемы первой русской революции нарушение устойчивости царской империи кстати опять же далее я вам посоветую очень советскую книжку косвинова 23 ступеньки вниз где он показывал как за 22 23 года николай второй полностью разрушил свой 95 процентный рейтинг говоря нынешними словами так ведь именно опора на запад и создала проблема которая вот первый признак революционной ситуации по линину ухудшению выше обычного нужды и бедствий трудящихся масс то есть для того чтобы построить транссип для чего построить транссип для того чтобы облегчить путь китайским товаром европу вот и чему он строился вот с геополитической точки зрения мы набрали кредитов на западе набрали кредитов на западе на что под зерно когда урожайные года были то мы этот причем и по невыгодных условиях спасибо графу витте полусухолинского потому что он тоже смотрел на запад и представлял интересы западных корпораций но это не корпорации западных буржуазии то есть набрав этих кредитов мы отдавали зерно которое нам самому не хватало не урожайный год соответственно опять спровоцированный голод получился до нового сырный город плюс голод плюс но откровенные бездарно проиграна прежде всего политически война русско-японская она вот привела к этой ситуации когда был создан первый признак революционной ситуации 1 русская революция 305 седьмого годов что-то я немножко не то ответил да вам мне кажется ну да вы немножко глупо шли но не ответили на вопрос именно что такое опора на запад а что такое опора на запад создание с западным концессий создание совместного бизнеса обычно на их условиях бизнес это слово дело да то есть мы не пугаемся этого слова она западный создание общих дел запада исследование в их фарватере фарватере синего либерализма примат основной примат это примат у нас общее выше частного поскольку выживает популяция а у них частное выше общего это тоже определяется мир хозяйственным укладом вот если конечно бы очень хотелось бы для гармонии понять что может быть и частные обществе это одной частные есть общее и общее есть часто но это наверное пока еще сложно вот точно для меня вот это основная опора на запад это примат частного над общим вот если совсем короткими вот так понятнее да понятно спасибо алексей леонидович я тогда уточняющий вопрос задам от пуху ну россию эпохи петра первого разве нельзя сказать что там имела место опора на запад то есть там и различные общее дело заводилась то есть все стало окном в европу и а москва воротами в сибири вот колонизировать но не в покоренные тот период земли на востоке вот и культурная именно европейская культура была можно сказать монополистом в россии той эпохи и эта эпоха россию прям ощутимо подняла то есть она я не могу сказать что эпоха петра первого как-то ослабила нашу страну алексей я задам тебе один провокационный вопрос а какой критерий успешности того или иного периода основной критерий вот тут укропленный фактор в я бы назвал так просто сходу в то что в нп называется только то есть насколько я как я буду производит страна и в каком количестве а для чего она это делает вот даже по марксистский скажу что критерии это интенсивность на тот период развития производительных сил и производственных отношений а какой основной состояли составляющей часть производительных сил ну средства производства и кадры кадры человек человек насколько я знаю это требует проверки дополнительные да и вот я на вскидку не помню что население российской империи за время петра главных территорий наших сходится хотелось на 20 процентов вы знаете если хватит сил почитать антисоветчика одного я бы вам очень советовал почитать книгу солоневича народную монархию я наступил на горло я отдавал себе отчет что это враг советской власти да но он пытался разобраться вот именно в этих стакциях в основах русского в апологии русского характера да понятно это черный я это понимаю я отдаю себе отчет но эпоху петра он разобрал очень хорошо понимаете в эпохе петра произошел да еще очень сильно было вот это староверческое то есть много еще было да то есть после раскола церковного спровоцированного кстати ничего к этому не внутри людей внутри народа народ это кто такой народ который народился без разрешения властей понимаете он же народился он показывал как как какой вред западничество петра оказала на развитие русского общества иван ивана грозного считал героем где русских царей кстати с огромным уважением относился к сталина при этом хотя был врагом советской власти то есть тут вот и я понимаю да необходимость модернизации которую в общем то проводил петр первый он проводил ее по западному образцу по большому счету ведь в россии из 5 еще какая ситуация есть вот смотрите классовая теория маркса она неплохо работает при оценке но опять же того периода запада а в россии ведь движение вот это вертикального вертикальный лифт всегда традиционно более сложно происходило нежели на западе для того чтобы получить наследственное дворянство дворянство это социальный лифт надо же было или чтобы там до полковника условно говоря дослужился твой предок надворный советник или там несколько поколений дослужил если на западе ты мог за одно поколение проскочить и стать ну там свои нюансы конечно есть да но а теперь возьмите да как бы себе представить все классовые общества в индии да то есть настолько жестко каста сформирован а переход вертикальный лифт перехода из касты в касты вообще там по моему закрыт да в принципе ведь маркс при всей его говорю колоссальной трудоспособности выдающейся совершенно деятельности который он результатом который стал целая концепция все-таки он западный человек и про азиатский способ производства который построен не на судном проценте вот частности ведь у мусульман же запрещен судный процент исламский банкинг это совсем другое то есть вы понимаете да что когда человек заходит в кредит и вынуждены постоянно платить процент и обслуживать долг это постоянная гонка а если исламский банкинг там свои нюансы второй вопрос но к тебе заходят с деньгами и ты спокойно работаешь делясь долей собственности ведь и русский старообрядец купец почему так много было купцов старообрядцев во первых не только потому что ему ну как богородица не велит воровать но ведь это же был один деньги общины большинстве то есть они выбирали наиболее оборотистого давали ему деньги для того чтобы он организовывал свое дело в городе если он проверял он просто возвращался в общину и в большинстве случаев поскольку это был человек старообрядческой культуры считалось ну он прогорел он не смог дай сделать но это не значит что он их украл значит он возвращается в общину и заново работает но не на того поставить вот тут же вы понимаете что и коммунистическое общество но предполагает социалистическое мусорное приезд и мы уперлись в это мы это не сделали мы не сделали советского человека мы может быть его и сделали если не такие потери в годы второй мировой войны были великой отечественной то есть мы потеряли как огромное количество людей которые были воспитаны в духе сталинизма в данном случае я имею ввиду миропонимание стали и ленина безусловно потому что сталин конечно был верным учеником ленина чем больше я рассматриваю знакомлюсь биографии сталина я прекрасно понимаю что он просто из-за того что ленин рано умер вы вынуждены немного не готовым принять страну но он делал действовал в том же фарватере то для меня это совершенно очевидно то верный ученик так у них были разногласия невзирая на все эти дела и на организацию советского союза потому что они по-разному считали оба они признавали опасность диалектическую опасность и великорусского шовинизма то что называл ленин и местечкового национализма просто сталин как человек который в россии много прожил в отличие от всех остальных он хоть конечно и работал на заводе ротшильда и организовывал там забастовки это просто как запятую в баку я не работала организовывал забастовки в баку на ротшильдовских предприятиях но тем не менее человек который прожил в россии россию он понимал значительно лучше чем прожившие на западе все остальные руководители рсдрпб но тем не менее стали на по оценивал выше опасность местечкового национализма а ленина оценивал выше опасность великорусского шовинизма но оба они признавали опасности того и другого другое дело что опять же да то есть но а что делать немецкой советской социалистической республикой это нам с послезнанием хорошо что ее не получилось а что делать вот понимаете да вот ну реально да вот мы же не знаем что будет нарастает революционное движение в германии на тоненького проиграли не проиграла советская республика немецкого в немецком а два сложится совсем по-другому все вот ну а мы рассчитываем на это на этот сценарий так что тут это все сложно достаточно так алексей и опять черт нету ответил опять увлекся ну я просто вы я наверное целиком это черного поглотить не смогу хотя бы главы скажите нельзя если в данном случае слона по частям есть нельзя его надо и может его его надо проглотить целиком на может быть последовательно это тяжело я не спорю алексей понимаешь ведь основная задача про себя мы дохода бедно все понимаем нам бы понять как враг мысли ты самое главное понимаешь что когда ты понимаешь как мыслить твой оппонент есть ты видишь как мыслить тебе и легче с ним бороться может быть товарищи есть еще вопросы у кого-то да есть еще один вопрос вот вы говорили в начале лекции про черные монархические силы которые сейчас есть у нас про них вообще ничего не слышал то есть если забирал и и коммунисты еще как-то присутствует в общественной повестке то монархические как-то вообще практически нет что вы можете про них сказать но дудина послушайте если сил хватит не и владислав их действительно полно всякое это эрвио да вроде называется очень приятная аббревиатура для русского уха общество двуглавый орел там то есть они просто условно говоря не они пытаются хайповать если таким современным языком выражаться ну это мара мара влад а кто кто гиган соль верно в центральном соборе ленинграда обвенчивал кто встречал кто у нас из руководства родственник младшие родственники винзоров так что вы не забывайте про это а визеры тоже так или иначе связаны со старыми монархиями европы как бы обратите внимание кстати сколько как папа римский черное солнце ватикана он же иезуит всячески пытается поддерживать миротворческие потуги нынешнего российского руководства и мы же понимаем что это мир буржуям советую большевики пришли под лозунг на основной лозунг уставший от войны страны был мир народом понимаете а потом уже фабрики рабочими землю христианам мир народом именно народа а для того чтобы мир народом был значит должна быть социалистическое государство должно быть самым сильным в мире не только снаружи но и внутри и духом своим и так далее и так далее и тому подобное советский союз вот мы честно говоря с марком анатольевичем покойным и немного скажу честно можно алексей немного привлекались в легкую да по поводу теории грамши он главным теории грамши считал теорию еврокоммунизм и с этой точки зрения аргументировал свою позицию что все те партии которые европейские коммунистические которые отказались боевых отрядов в конце концов были оттеснены от какого-то принятия решений да я с ним совершенно согласен я же в теории грамши считаю из его тюремных тетрадей всем советую хотя бы немного прочитать чтобы быть в курсе это его раздела гегемонии то есть он считал что революции все такое происходит здесь если наш враг через культуру через язык захватил власть здесь то ты уж называется убейся тапка победить ты не можешь и советский союз то проиграл здесь за счет чего за счет того что как писал прекрасный писатель же михаил анчаров художник прошедший войну что и это он писал в шестьдесят четвертом или шестьдесят третьем году в одной из его повести я читал он писал что коммунизм начал проигрывать потому что идею о мечте человечества о светлом будущем человечества заменили на борьбу за халявную жира я не точно цитирую но смысл в этом принять предошла подмена вот и на двадцать втором да по моему съездили двадцать первым воспринятием новой программы партии где основной задачей было всемирное улучшение материальных и там маленькими буквами духовных потребностей советского человека но хрущев не понимал то есть его использовали в темно вот если мы следующую лекцию будем делать я абсолютно уверен что первые шаги по разрушению советского союза по политэкономическом плане были сделаны не специально другое дело что потом система отрифовала так что ее начали разрушать уже естественным образом но там фактажа будет больше поэтому здесь у меня помыслов немало твоя гипотеза такая да я не знаю марка антолий в принципе те же самые тезисы говорил и программши и про подмену еду понимаете да я просто с ним на эту теорию смотрели немножко с разных сторон то есть я с ним согласен про еврокоммунист да а то что вот и но но может он другие слова в итоге находил понимаете а в итоге пришли все равно к одному и тому же по сути мы же с ним как соратники вы же с ним спорили они ругались у нас уже больше часа идет если у кого-то еще есть вопросы я вам предлагаю их все же записать и мы нас на следующем уроке их озвучим тогда благодарю вас алексей леонидович за выступление спасибо кто послушали и сразу не послали вот думайте товарищи будьте бдительны до новых встреч будьте бдительны